МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Машинисты грузовой техники Сионе сменили профиль, но не средство передвижения. Репортаж о восстании машин на трассе М-8. Избили без объяснения причин. На продавщицу овощей напали неизвестные. Полицейские разыскивают свидетелей. Разбил стекло и выбежал на летное поле. Хулиган из Архангельска заставил побегать сотрудников аэропорта Внуково. Обследования на компьютерном томографе в первичном сосудистом отделении Северодвинска начнутся, скорее всего, в середине июля. Первая горбольница, на базе которой оно работает, получила деньги на ремонт дорогостоящего оборудования. И сейчас идут переговоры со специалистами. Подробности в материале Евгении Карелиной. Это как рабочий такой, он находится на кольце. И он обращается вот так, типа, его делают срезы. Собственно, он делает срезы, типа, он, как же, пропрутил, срезы, пропрутил, срезы, снимал, сделал. Именно по такой схеме работает лучевая рентгеновская трубка. Правда, в первичном сосудистом отделении Северодвинска она сломана с марта. Накануне в правительстве области подписали распоряжение о выделении денег на ремонт. Сегодня первая горбольница вела переговоры с фирмой-изготовителем, единственной Россией, которая может починить деталь. Определяли сроки ремонта. Фирма настаивает на 40 днях, больница требует срочности. Почему именно 40 дней? Потому что нужна закупка вот этой рентгеновской трубки. Это аппарат импортный, там тоже сроки есть. Поэтому они нам выставляют срок 40 дней. Но не исключают, что при поставке в более ранние сроки рентгеновской трубки будет выполнен ремонт значительно быстрее. Сломанная деталь остановила работу компьютерного томографа. Он необходим для подтверждения или исключения диагноза у пациентов с подозрениями на инсульт. Пока больных для диагностики транспортируют во вторую горбольницу. При подтверждении диагноза пациентов возвращают обратно. Вопрос с ремонтом оборудования находится на контроле правительства и лично губернатора Игоря Орлова. Острую тему подняли и на майской сессии облсобрания. Чтобы решить проблему, потребовалось меньше месяца. На последнее заседание правительства Архангельской области выделено 7,7 миллионов рублей на приобретение высшей через строй трубки. Безусловно, потребуется определенное время для проведения необходимых работ на стройке оборудования. Эта ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения под грифом особого приоритета. Этой темой озадачились областные депутаты. В приемную Александра Дятлова поступило более 4 тысяч обращений граждан. Ситуация накалилась, когда 17 мая произошла трагедия. 44-летнему мужчине с признаками инсульта не смогли провести обследование. Он впал в кому и скончался. Вообще, я считаю, что наш город заслуживает хорошего медицинского обслуживания, потому что люди работают на оборонных предприятиях, оборонный щит нашей страны. Я считаю, у нас все должно быть самое лучшее. Удивляюсь до сих пор, почему мы никак к этому не придем. Областные депутаты предлагают предусмотреть в бюджете следующего года и 15 миллионов рублей на полный ремонт реанимации 1-й горбольницы Северодвинска. Трассу от Архангельска до Северодвинска реконструируют. В планах пока участок от нулевого до 13-го километра. Уже вовсю идет ремонт транспортной развязки, подъезда к областному центру. Каким он станет? Когда дорожники закончат его реконструкцию и двинутся на Северодвинск в следующем материале? Долгострой наконец-то сдвинулся с места. Реконструкция подъезда к Архангельску на трассе М8 близится к своему завершению. Срок сдачи – октябрь. Заказчик у Продор Холмогора контролирует процесс и следит за качеством. Материалы все закуплены, недостатков в средствах нет. Общий бюджет регионального дорожного фонда позволяет. Объем составляет регионального дорожного фонда уже более 6 миллиардов рублей. И эти деньги будут потрачены на улучшение эксплуатационного состояния дорог Архангельской области, региональной сети дорог, а также муниципальной. Уже в октябре здесь должны быть 4 транспортные развязки, 6 путепроводов и 2 подземных пешеходных перехода. На языке дорожников – это первая техническая категория. Реконструкция растянулась на 13 километров. Весь участок будет четырехполосный. В строительстве транспортных развязок используются новые конструктивные и проектные решения. Потратят на это почти 3 миллиарда рублей. Любимое всеми место для фотосетов – символ Архангельска. Кораблик вернут на трассу, но поставят уже на площадку возле поселка Новое Лукино. Следующий этап реконструкции – курс на Северодвинск. На следующий год запланировано по планам Росавтодора участок от нулевого до 13 километра в сторону Северодвинска также под реконструкцию. Сейчас мы с руководителем управления дороги М8 эти планы обсуждаем, потому что потребуется все равно постоянная работа с федеральным агентством, с федеральным дорожным агентством, с тем, чтобы эти средства были не только запланированы, но и, соответственно, предусмотрены. В планах управления дороги Холмогора реконструировать всю трассу от Архангельска до Северодвинска. Там вся дорога требует расширения до четырех полос, потому что интенсивность очень большая, а все у нас в дорожном трассе – это зависит от интенсивности дорожного движения, автомобильного движения. И поэтому мы будем расширять до четырех полос с устройством развязок, с доведением мостовых переходов до четырех полос. То есть, если мы конкретно, допустим, о мосте через реку Искагобка, то там будет построен второй мост. Предполагается, что все 34 километра трассы от Архангельска до Северодвинска совсем скоро будут соответствовать магистрали федерального значения. Валентина Приходько, Владимир Богомолов, Вестник Северодвинска. С карты Северодвинска исчезают ветхие деревяшки. В этом году снести должны 43 дома. Работы идут по программе «Переселение граждан на средства местного бюджета» и проходят сразу в нескольких кварталах старого города. Подробности в материале Анны Бибиковой. Справа старая деревяшка, слева новостройка. Так сегодня выглядит программа переселения из ветхого и аварийного жилья в Северодвинске. Новоселье не должно откладываться. А укладываются ли подрядчики, лично проверяет мэр Северодвинска Михаил Гмырин. На полярной 11А работы только начались, разобрана кровля. Они должны сдать объект уже полностью. Полностью планировка чистой территории. Они же не успеют. Успеют. Этот подрядчик у нас не первый год работает, хорошо себя зарекомендовал. И он один из тех, кто передает находки в музей. На разборку одного дома отводится 30 дней. На Ломоносово 13А работы уже почти завершены. На самом деле срок немножечко сжатый. Хотелось бы, чтобы его расширили, потому что в этот срок попадают и праздники, и выходные. Работать достаточно тяжело. Но так или иначе, на сегодняшний день с графиком справлялись. Во время сноса домов к подрядчику обращаются граждане близлежащих домов. И просят, например, не работать в обеденное время или в выходные дни, чтобы не нарушать их покой. Подрядчики, естественно, реагируют на просьбу людей. Всего в Северодвинске сносом аварийных деревяшек занимаются три подрядчика. Со всеми сотрудничают не в первый раз. Отставаний от графика нет. Строительство социальных домов также идет согласно установленным срокам. Михаил Гмырин попросил обратить внимание на то, чтобы по окончанию работ строители убрали весь мусор. Такое поручение дано городскому комитету ЖКХ. Анна Бибикова, Михаил Тараканов, Вестник Северодвинска. Сезон темных ночей планируют встретить во всеоружии. Горсвет продолжает работы по текущему и капитальному ремонту уличного освещения. До 1 августа планируется заменить более 400 светильников и заменить 30 световых опор. За их установкой наблюдала Мария Воробьева. Глубина такой скважины 2 метра. В нее погрузят фонарный столб. Одну из опор сотрудники «Горсвета» меняют на съезде с путепровода на труда. В рамках программы капитального ремонта в Северодвинске установлено 15 новых световых опор из 30. На замену одной уходит от 30 минут до полутора часов. Все зависит от территории, естественно, корни, кобеля, где проходят, что надо рассчитать, это все правильно. Главное, чтобы ровно выставить, чтобы все качественно было сделано, чтобы работало все. Замена одной опоры обходится в 40 тысяч рублей. Если она сбита по вине водителя, платит страховая фирма виновника ДТП. Если же он не найден, то затраты ложатся на «Горсвет». В этом сезоне местный бюджет выделил более 73 миллионов рублей. Продолжается и замена алюминиевых воздушных линий электропередач на энергосберегающий самоизолированный провод – СИП. Выгода очевидна. Высокая безопасность, меньшие объемы аварийно-восстановительных работ, бесперебойность, энергообеспечение. Пока при ремонту запланировано 4 километра СИПа заменить. На сегодняшний день мы уже заменили 2 километра. Это такие улицы, как Седово, Чехово, Народное. Еще 2 километра уйдут на улицы Южная, Гоголя и Героев Североморцев. В рамках текущего содержания меняются светильники. Их в городе установят более 400. Установили на сегодняшний день около 200 штук. Это на путепроводе заменены светильники на новые днатовские лампы. Также заменены светильники в квартале 96. Планируем заменить еще светильники, такие улицы, как у нас, Профсоюзная. И проспект Ленина от Архангельской шоссе до Первомайской и там в кварталах. Все работы «Горсвет» планируют завершить к 1 августа, чтобы встретить осветительный сезон во всеоружии. Мария Воробьева, Семен Цемигулин, Вестник Северодвинска. Хотел заработать на бензин, а придется потратиться на штраф. Охоту на таксистов-нелегалов сегодня объявила ГИБДД совместно с региональным агентством по транспорту. В рейд вышла и моя коллега Евгения Карелина. Виталий Геннадьевич, я же с ваших слов понял, что вы не имеете лиц, что вы получаете. Виталий Геннадьевич, штраф у вас все оплачет? Теперь рулевому придется заплатить штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей. У мужчины нет разрешения на предпринимательскую деятельность. Автолюбитель уверяет, таксистом не работает, трудится на заводе. Незнакомых мужчина решил подвезти по пути на заправку и взять с них 120 рублей на бензин. В этот момент охоту на таксистов-нелегалов объявило ГИБДД и агентство транспорта. Тристое вознаграждение. Ну, подвез и все. Бывает же такое. Любое. Вот даже вы, допустим, тоже сделаете доброе дело. А, конечно, обидно. Как выяснилось, мужчина лукавит. Пассажиры полицейским пояснили, что вызвали такси. На телефон пришла СМС с номером машины и суммой поездки. В режиме такси передвигались? Да. Сколько заплатили за принятие? По 20 рублей. Аналогичные рейды проводят регулярно. За рейд выявляют до трех нелегалов, которые перевозят людей без разрешения. Его можно получить в агентстве по транспорту. Размер госпошлины – 1000 рублей. Разрешение действует в течение пяти лет. У вас есть разрешение на перевозку? Да, конечно, есть. Стоит его покупать? У каждого свои мозги. Пусть думают. Если хотят платить штрафы, то пусть платят. Если не хотят, тогда, я считаю, лучше взять. В общем, я взял. В Северодвинске легальных таксистов, как Александр, порядка 400. Подрабатывать свободное от работы время, то есть им это неинтересно, этим заниматься. Либо просто не хотят регистрироваться качественным предпринимателем, потому что надо платить налоги. Надо, соответственно, проходить предрейсом медицинский осмотр и после рейса иметь путевой лист на руке оформлять. Необходимо проходить технический контроль транспортного средства перед выездом на линию. Проверяют и наличие фонаря оранжевого цвета статографической схемы. За их отсутствие штраф в 3000 рублей физическому лицу и 10 юридическому. Сегодня у одного таксиста арестовали автомобиль. Возможно, в скором времени нелегалы платить будут в десятки раз больше. В Госдуме в первом чтении уже одобрен законопроект об увеличении штрафа до 30 тысяч рублей. Евгения Акарельна, Семен Семигулин, Вестник, Северодвинска. Третья развязка возле Краснофлотского моста в Архангельске сегодня превратилась в съемочную площадку экшена. Большегрузные машины трансформировались в спортивные снаряды. Репортаж Валентины Приходько. На трассе эстафета Камазов на мосту гридеристы бьют по мишеням. Погрузчики носят воду в коромыслах, а за моей спиной эскаватор выполняет свои трюки. Это не очередная часть трансформеров. Это экшн-конкурс лучшей профессии. Баскетбол на эскаваторах. Такое только в фильмах увидишь. Аналогичные действия только без мяча экскаваторщики ежедневно выполняют на дорожных работах. Надо было ковшом взять мячик и забросить его примерно с трехметровой высоты попасть в бочку. Это как бы ювелирная работа практически. Я забросил три мяча из пяти. На скорость и на точность засыпать коробки песком и трамбовать их так, чтобы не было бугров. Машинисты-экскаваторы управляют ковшом, как своими руками. А гридеристам нет равных в меткости. Времени настроиться на уровень маленького кубика в обрез. Задеть и сбить стойку нельзя. Но гридеристам, которые ежедневно равняют крупные массы песка и гравия, это удается. Как и попасть в яблочко-мишени. А этот водитель самосвала, чемпион по сбору конусов, прям метился. Но задача Камазов другая. Проехать змейкой туда и обратно. Сбить шарики. Сбить шарики. Не очень тяжелая. Но машину желательно получше было предоставить. А что не так с машиной? Маленько второватно. Задания в этом году усложнили. Ведь впереди второй этап и выход на Россию. Чемпионат профессионального мастерства среди дорожников берет свои корни именно в Архангельске. С трассы М-8. В 2011 году было много желающих строить объезд города Вельска. Решили провести конкурс среди дорожных предприятий Архангельской и Вологодской областей. Подобные соревнования проводились в 80-х, но в 90-е затихли. Два года назад нам удалось вытащить на этот конкурс руководителя управления кадров Росавтодора. И благодаря его усилиям в прошлом году это уже приобрело всероссийский масштаб. То есть в этом году данный этап, он как бы первый этап. Второй этап будет попозднее и третий этап уже где-то, наверное, в конце августа или в начале сентября. На второй этап поедет не лучшая команда, а лучшие участники в индивидуальных зачетах. Из них сформируют одну сборную под эгидой у Продорхолма-Горы. В прошлом году, кстати, наша команда стала чемпионом России, а водитель погрузчика занял первое место в индивидуальном зачете. Второй этап в этом году пройдет в Твери, а финал состоится в Москве. Валентина Приходьев, Владимир Богомолов, Вестник, Сверодвинска. Актриса Мария Кожевникова может возглавить Архангельский список единороссов в Госдуму. На прошлых выборах по море вошло в десятку худших для партии власти. Такие регионы объединяют в региональные группы. Единый список может быть составлен для Архангельской и Вологодской областей, а также Ненинского автономного округа. Возглавит его Мария Кожевникова, которая получила на праймерис 76% голосов. Об этом сообщает коммерсант, а о погоде на пятницу расскажет Ольга Савинова. Здравствуйте! До конца недели лето мы точно не почувствуем. О погоде в пятницу после анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Покушать, а заодно и послушать. Северодвинцев объединил эко-пикник. Смотрите в рубрике «Культурный город». Избили без объяснения причин. На продавщицу овощей напали неизвестные. Полицейские разыскивают свидетелей. Разбил стекло и выбежал на летное поле. Хулиган из Архангельска заставил побегать сотрудников аэропорта Внуково. О метеопрогнозах расскажет вам Небесная канцелярия. Вас приветствует наш спонсор с сайта Северодвинска go29.ru Не знаешь, чем сегодня заняться? Где выгодно продать авто? Снять или купить жилье? Где найти новую работу? Не знаешь, где продать старое барахло или заказать новые окна? Справочник предприятий. Афиша. Недвижимость. Работа. Доска объявлений. Автобазар. Не забивай голову. Вся самая полная информация на сайте города Северодвинска go29.ru В пятницу 10 июня по данным сайта Архангельского гидрометцентра в Северодвинске ожидается ночью 8, днем 14 градусов тепла. Ветер южный слабый до 2 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и к вечеру составит 754 миллиметра ртутного столба. Переменная облачность, небольшой дождь. В народном календаре 10 июня Никита гусятник. По поверью, он оберегал маленьких гусят от орлов, ястребов и других хищников. Беременных в этот день специально посылали в поле, чтобы ребенок обрел ту же крепость, какой обладает молодой колос. Верили, что родить на хлебной ниве, к легким родам и здоровому ребенку. Смотрели и на погоду. Если день выдавался тихим, ждали к осени хорошего урожая. Спонсор Небесной канцелярии – сайт Северодвинска go29.ru. Почувствуй пульс своего города. У меня же на этом все. Успехов и до встречи. Только в медицинском центре «Семейный доктор» консультации ведущих специалистов Архангельска и Северодвинска. Более тысячи видов лабораторных исследований. Все виды ультразвуковой диагностики, герудотерапия, лазерное лечение, процедурный кабинет и многое другое. «Семейный доктор» ждет вас. Железнодорожная 34, телефон 500-411. Россия. Родина твоя. Здесь ты живешь. Здесь ты родился. Хочу, чтоб русская земля и твой народ тобой гордился. 12 июня празднуй день России вместе с родным городом. Праздничные мероприятия пройдут на нескольких площадках Северодвинска. Подробности на сайте severdvins.info Любишь дачу? Испытай удачу! ГТРК, Северный рабочий, сайт ГОУ-29 и радио Северодвинска проводят конкурс «Дачник-удачник». Рассказывай о своей даче, присылай фото и видео в номинации. Ландшафтный дизайн, лучшая дача, урожай, пушистый дачник, дачные рецепты, дачное творчество. С 4 июня по 4 сентября отправляй заявку с темой «Дачник-удачник» на электронный адрес 1собака.go29.ru В группах ВКонтакте go29.ru, Северодвинска ТВ и Нордворкер с хэштегом «Айда дача» или в Инстаграме с хэштегом «Айда дача». Подробности по телефону 50 34 34. По итогам сезона победителей ждут ценные призы. Вы смотрите «Вестник Северодвинска», а мы продолжаем. Что происходит в Северодвинске культурном, мы расскажем в отдельной рубрике. Передаю слово ее ведущей Марине Хохловой. Здравствуйте! Отдыхать со вкусом предпочитают десятки горожан. В парке культуры и отдыха продолжается акция «Экопикник». Взрослые и дети наслаждаются едой и живой музыкой под открытым небом. Чтобы не ужинать в одиночестве, десятки горожан устроили «Экопикник» в парке культуры и отдыха. Здесь легко нагулять аппетит. Под песней в живом исполнении можно еще и танцевать. А ребятне поиграть с аниматорами. Четырехгодовалый Савелий еще и нарисовал для мамы картину. У нас дети и так мало могут куда сходить. А тут бесплатные мероприятия еще и с родителями. Плюс погодой повезло. Я думаю, что это очень полезно. Кушают и слушают горожане в парке культуры и отдыха второй раз. Дебютировал «Экопикник» в прошлую среду, 1 июня. Здорово, когда у человека горят глаза, он сидит, отдыхает. Погода нам еще второй раз. Погода за нас. Такие встречи на природе станут традиционными. Организаторы обещают, дальше будет еще интереснее. Насколько? Вы узнаете в следующую среду в 18.30. Место встречи – парк культуры и отдыха. Ну а в библиотеке на Карла Маркса, 26, открылась выставка «Родное». 28 картин местных художников посвящены родному городу и русскому северу. Одна из самых ярких работ – «Ночная смена». На ней заводчане спешат на работу в 5 утра. Автор – Алена Севастьянова. Представила на выставку 4 своих картины. Возможность показать свои работы горожанам, в принципе, я думаю, сейчас летом не так много каких-то площадок работает, где можно прийти, посмотреть выставки. Вообще в нашем городе мало таких мест. Соответственно, вот в этой библиотеке любой желающий может прийти, познакомиться не только с пейзажами, какими-то такими загородными, но и даже городскими. То есть посмотреть на город наш с другой стороны. Своё видение Северодвинска и его окрестностей показали 11 местных авторов. Организаторов удивило особое внимание к жизни старого города. Мы увидели, что именно старый город интересен художникам. Вот именно своей такой какой-то уходящей красотой, под напором новостроек наш город меняется. И, может быть, старый город скоро останется только на фотографиях и на картинах. Приходите, пожалуйста, на выставку, посмотрите, сравните. И действительно мы видим, что художники любят наш край, наш север. Любоваться авторскими работами о нашем городе северодвинцы могут до конца лета. Таким был культурный Северодвинск сегодня. А я прощаюсь с вами. До завтра. Дебошир из Архангельска стал героем федеральных новостей. Сегодня 44-летний мужчина в аэропорте Внуково разбил стекло у выхода на посадку и выбежал на летное поле. Попал ли земляк на самолет в материале Ксении Кабановой. Инцидент произошел сегодня в 3 часа ночи в аэропорту Внуково. В зоне, где пассажиры ожидают посадки в самолет. 44-летний Архангел Огородец разбил стекло у выхода на посадку и выбежал на летное поле. По предварительным данным он был сильно пьян. Причины своего поведения объяснить не смог. Впрочем, это не смутило хулигана. Он разбил стеклянную дверь и вышел на улицу. Там его задержали сотрудники аэропорта. Гражданин незамедлительно был задержан сотрудниками транспортной полиции совместно со службами авиационной безопасности авиапорта. В настоящее время в отношении данного гражданина проводится служебная проверка. Полететь Архангел Огородец планировал в Ямало-Нинецкий автономный округ. Его рейс в 9 утра. Однако теперь же задержится в столице, как известная телеведущая Ксения Собчак. В это же утро она устроила скандал Шереметьево. Возмутия звезду, почти часовая задержка вылета. Собчак стала оскорблять стюардессу нецензурной бранью. Требую, чтобы мне дали возможность выйти из этого самолета. Я с вами не идти больше никуда не хочу. И разбираться буду уже в другом уровне. Потому что вы держите стойчиво вешать из-за того, что вам хотелось одного человека унизить. Если Ксению Собчак просто сняли с самолета, то история нашего земляка продолжится. Наказание ему не избежать. Будет ли возбуждено уголовное дело, решится уже сегодня. Сегодня найдены тела еще трех рыбаков, утонувших в Плесецком районе. 6 июня на водоеме Ундозера перевернулась лодка с четырьмя рыбаками. Сразу после ЧП из-под воды удалось извлечь лишь тело 53-летнего мужчины. Молодых людей, двоим по 22 года и одному 20, в воде спустя сутки нашли родственники. По предварительной информации, все они находились в состоянии алкогольного опьянения и без жилетов. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Протокол» компания «Теплый дом». В «Теплом доме» новинка – недорогая кухонная мебель для дома и дачи. От 12 тысяч рублей. Спешите! Не взяли ни продуктов, ни денег. Трое неизвестных напали на продавщица овощей вечером 7 июня. В ларке на Советской 52 они жестоко избили женщину. Большинство ударов в лицо и по голове. Беспричинно нанесли побои женщине-подавцу, причинив телесные повреждения. Пытались похитить какое-то имущество. После места преступления скрылись. В настоящее время отделом полиции города Свердлинск устанавливается личность данных лиц. И, если это возможно, обращаемся к гражданам с просьбой о помощи. Было очень много свидетелей на месте. Многие видели данную ситуацию. Сообщить информацию можно по телефону, указанному на экране. Из пяти проверенных аптек только к одной нет претензий. Прокуратура города с мая проверяла цены, наличие жизненно необходимых препаратов и условия их хранения. В большинстве аптек – нарушения. По результатам проверок приняты меры прокурорского реагирования. В частности, внесено три представления. Возбуждено четыре постановления об административном правонарушении. Материалы переданы в арбитражный суд Архангельской области. Проверки продолжатся. Прокуратура ценит большинство аптечных пунктов города и составит акты. Северодвинские водители возмущены поведением других участников движения. Двигаясь по Архангельскому шоссе, машина с регистратором дважды чуть не попадает в ДТП. Автомобиль двигается по левой полосе. С прилежащей территории стремительно выезжает и перестраивается. В эту же полосу другие водители. Видимо, по боковым зеркалам они ориентироваться не хотят. В Северодвинске появилась горячая линия для отлова пьяных водителей. Ее организовала ГИБДД. Каждый житель города круглосуточно может сообщить информацию о нарушителе. Достаточно сообщить марку машины, цвет, госномер и место расположения. Телефон горячей линии на экране. В данные минуты северодвинский Беломорец проводит свой третий матч в первенстве МРО Северо-Запада по футболу среди команд третьего дивизиона. В Коряжме наши футболисты пытаются выиграть у местного клуба «Химик». Беломорец сыграл ничью с «Луки-Энергия» и выиграл у «Фосфорита». Наша команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице. «Химик» провел на одну игру больше. С выезда в Санкт-Петербург футболисты Коряжмы привезли боевые три очка, проиграв прошлогодним чемпионом «Звезде» 1-0 и одолев «Динамо-М» 1-2. Домашний матч против «Луки-Энергия». Подопечные Юрия Сухих уступили со счетом 1-3. Уже в дебюте матча Александр Колесников огорчил голкипера Ягринцев Сергея Плахтия. Как завершилась поморская дерби, проходящая под проливным дождем между «Химиком» и «Беломорцем», мы сообщим завтра. В столице Поморья стартовал региональный финал всероссийских президентских игр среди школьников. В борьбе участвуют 10 команд. В каждой ученики одного класса. Наш город представляет спортивная команда из шестой школы. Именно она победила в городском этапе президентских игр. Ребятам предстоят состязания в эстафетном беге и спортивном многоборье. Кроме того, школьники покажут свои знания в теории олимпийского движения. Ждет юных спортсменов и специальный творческий конкурс. По итогам стартов определят самый спортивный класс нашего региона. Эта команда представит Поморье на главном финале президентских состязаний в Анапе на базе Всероссийского центра «Смена». На этом у меня все. Вы смотрели «Вестник Северодвинска». Наши видеоматериалы можно увидеть на сайте северодвинск.тв. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Дядя Миша, дай мне йогурт. Ну да. УАО «Северодвинск молоко». Вкусно, полезно, хватит на всех. УАО «Северодвинск молоко». Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok